Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 9 марта, день Иоанна Предтечи, Еразма. Когда была высечена честная глава святого Иоанна Предтечи, дочь Иродиады приняла ее на блюдо и отнесла своей матери. Эта нечестивая жена пронзила иглой язык святого, который обличал ее беззаконие, и, надругавшись над честной главой, не позволила предать ее погребению вместе с телом святого. Преподобный Еразм Печорский потратил огромное состояние на украшение храма и стал нищим. В народе его называли Иванов день. Сегодня рано не ложились спать. Считалось, что в дом может проникнуть нечисть и наделать бед. Спать укладывались после полуночи, и к кровати, особенно детей, привязывали чертополох, либо образ. Также рисовали крест на двери и на окнах. Клали наточенный топор у порога для защиты от злых духов. Приметы. Если жаворонки и аисты вовремя прилетают к урожаю хлеба. Птицы гнезда с южной стороны вьют, лето будет прохладным. Птицы вьют гнезда с солнечной стороны, рыбалка не будет. Если гнезда располагаются в тени, будет клев рыбы, а лето будет теплым. Ясный день. Погода на Пасху будет хорошая. А в апреле тепло. Много снега Пасха. Тоже будут холодные. На небе виден яркий месяц со светлыми рогами к утреннему морозу. Снег на крышах лежит. Знать, и Пасха будет снежной. Если сегодня болит голова, молится Иоанну Предтечи. Четвертые лунные сутки. Как всегда, после сильных энергетических суток следуют сутки со слабой энергетикой. Это закон. За волной следует отлив. Поэтому отдыхайте, размышляйте. И прежде чем что-то предпринять, хорошенько заранее подумайте о последствиях. Вообще проведите эти сутки в одиночестве. Либо просто погуляйте на природе. В парке. Очень хорошо сегодня петь. Потому что энергетически активна шея и голосовые связки. Причем петь надо возвышенно. То, что облагораживает, избежает с миром красоты и добра. Естественно, в эти лунные сутки не следует творить злых дел, чтобы они не возвратились к вам. Постарайтесь не застужать горло.